Итак, мы с вами начинаем наше мероприятие. Добрый вечер еще раз. И, соответственно, сейчас у нас семинар, вебинар вот под таким названием Photoshop плюс дизайнер. Зачем они нужны друг другу? Главный смысл его, как мне кажется, и, собственно, о чем я хотел поговорить, это о том, действительно, зачем нужны дизайн профессиональному, который имеется в виду от руки, да, отлично работает и все у него хорошо получается. Зачем ему нужен Photoshop? И я бы тут и обратил внимание на вторую сторону вопроса. Есть люди, которые вполне благополучно работают в Photoshop и, в общем, что-то худо-бедно знают. Самоучки или которые изучали вот давно, да, с какими-то своими целями, но они пытаются ретушировать разные фотографии, вообще делать какие-то графические работы, но у них получается не очень хорошо. И, собственно, именно это меня вот натолкнуло на эту мысль, да, об этом поговорить. В чем, собственно, это нехорошесть, да, и как от нее избавиться-то, в чем тут проблема. Вот, вот, собственно, меня зовут, действительно, Классновский, Дмитрий Валерьевич, я здесь специалист и преподаю. Разное направление, дисциплина, с графикой, с дизайном, с фотографией, с, естественно, с Photoshop и с ретушью, с обработкой в программах, да, различных, вот этих вот всяких графических вещей, вот, делают, собственно, давно, с удовольствием, и вот поэтому, собственно, именно на эту тему я вот и хотел бы с вами сейчас немножечко... Так вот, значит, это вот я, и, собственно, вот мое предложение, которое у меня было изначально, только единственное, что попрошу вас, если вы действительно хотите участвовать в разборе, показать свои какие-то отработки или те, по поводу которых у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, мне только сообщайте о том, что у меня на почту отправите письмо сейчас, да, чтобы я знал, что вообще на одном хочется сходить. Вот, значит, это два моих мейла, один корпоративный, второй мой собственный, вот, ну, чтобы не увлекаться уже, да, какие-то нужные рамки, поэтому не более трех работ, нормальное техническое качество, но имеется в виду, что если вы хотите, чтобы работа была, так сказать, обсуждена достаточно детально и качественно, то, разумеется, лучше, чтобы она была нормальной в размере. Вот, ну, в заголовке показать разбор. И еще одна важная деталь, что если хочется пожестче, так сказать, посерьезнее разбор, то стоит указать специально, потому что обычно, в общем, я по умолчанию считаю, что нечего людей травмировать, их психику бедную, поэтому рассказываю, так сказать, о таких всяких приятных выражениях. Вот, еще раз напоминаю, если, в общем, хочется, отсылайте, только единственное, что не забудьте предупредить меня сейчас прямо об этом. Итак, значит, мы с вами можем говорить, да, на интересующую нас тему. Итак, что у нас есть, собственно, да, с чего мы начинаем, и вот что является отправной точкой для этого разговора. Для этого есть у нас две, да, как мне кажется, действительно, вот эти стороны, про которые я уже упомянул. Ну, в данном случае, под словом художники, да, вот, которым здесь написано, я подразумеваю и художников, и дизайнеров, то есть я имею в виду людей, которые практикуют или практиковали, да, и, в общем, умеют, имеют некоторые навыки их научной работы, но которые с фотошопом не дружны. К сожалению, вот все, о чем я говорю, это такое, так сказать, наболевшее, да, по результатам реальной, что называется, практики, потому что действительно на курсы очень много приходят людей, которые вполне себе, например, умеют рисовать, да, но ужасно боятся фотошопа, не знают кнопочек и так трагически на это все смотрят, и они понимают, что жизнь практически не удалась, да, и что они вынуждены, вот, всю жизнь работали там кисточкой краской, у меня была одна милая, да, она такая театральная художник, которая очень сокрушалась по поводу того, что жизнь ее заставила изучать вот эту мерзкую гадюку под названием фотошоп, ну, то есть ее отношение к нему было уже такое предвзятое, да, и, ну, в той или иной степени это встречается, к сожалению, довольно часто. Ну, в общем, это вот одна сторона, да, и довольно много таких людей. А вторая сторона – это, собственно, те фотошоперы, которые не понимают действительно вот этих вот художественных загонов, там, нюансов и всех тонкостей, которых это раздражает в свою очередь, да, которые вроде бы неплохо знают саму программу и умеют кнопочки правильно нажимать, и, как правило, они довольно сообразительно и на Ютубе смотрят всякие уроки, но у которых, положив руку на сердце, получается все достаточно, ну, не то, чтобы паршиво, но так себе получается-то, потому что они не понимают, они все делают правильно, знаете, как бывают такие хозяйки, которые вроде бы торт пекут там по всем правилам, и пирожки делают, да, но получается гадость, ну, или, во всяком случае, не очень как-то вкусно, потому что чего-то не хватает, какого-то ингредиента, да, и вот эти вот фотошоперы, они тоже находятся вот в таком странном состоянии, потому что они, понимаешь, что они чего-то не знают, но что именно они не знают, они не знают. Ну, это, в общем, вот эти вот две категории, такие есть люди, и вопрос, собственно, да, в том, как у их проблемы, и как эти проблемы решить, то есть все, что я могу сделать вот сейчас, да, за эти там 20 минут, полчаса, это просто попытаться обратить внимание, да, на те проблемы, которые существуют у тех и других, с тем, чтобы эти проблемы можно было попытаться каким-то образом решить, да, и вот, собственно, если мы условились, да, что у нас есть деление вот на эти две категории, как бы художников и как бы фотошоперов, да, вот мы можем обсудить, извините, чахотка дает о себе знать, как-то не выздорово, и вот мы можем обсудить, что им, собственно, мешает, да, хорошо себя чувствовать и благополучно двигаться вперед. Вот они, проблемы художников, повторю, по мотивам тех представлений, которые вот у меня есть на основе вот тех курсов, собственно, которые я веду. Первая чудовищная, конечно, проблема, которая, надо сказать, очень печально всегда смотрится, это действительно компьютерная неграмотность, по-другому и не скажешь. Понимаете, эти милые люди, в частности, та дама, про которую я упомянул, театральный художник, напомню, и люди вот подобного типа склада, которые прекрасно пишут картины, которые все, знаете, пропахли масляной краской и вообще отлично умеют все это делать, которые считают, что компьютер – это гадость, да, и когда они приходят на курсы по фотошопу, они всегда очень доверительно, мне нравится, я люблю этих людей, очень симпатизирую, но они так доверительно всегда склоняются, как бы извиняясь, да, ко мне и говорят, вы знаете, я вообще-то никогда не думал или там не думал, да, что мне придется этим заниматься. Ну, то есть в том смысле, что они понимают, вот повторю, да, что им ужасно в жизни не повезло, что их приходится, их жизнь затолкала заниматься какой-то неприятной. И вот это вот первая очень серьезная проблема, которая у них существует. Это люди, которые… Ну, вообще понятно, что любому нормальному человеку довольно тяжело, да, тем более если он взрослый, и если он достаточно давно и успешно занимается своей работой, да, в какой-то момент осознать, что нужно развиваться в какую-то совершенно непонятную область. У нас тут есть, знаете, курс такие, который называется БКП – базовая компьютерная подготовка. И ведет их один милый, очень молодой человек, ну, не молодой, в смысле, а коллега мой. И, вы знаете, меня, честно говоря, поражает, что эти курсы компьютерной грамотности такой базы, на них приходят, в общем, довольно взрослые люди. То есть, ну, в моем представлении должны были быть такие, знаете, совсем уж какие-то пенсионеры из глухих… Ну, не из глухих, хорошо, но из каких-то отдаленных достаточно районов. Нет, и люди и по 20, и по 30 лет приходят, которые как-то умудрились ничего не узнать о компьютерах. И, в общем, для художников, да, или для дизайнеров, которые пытаются что-то делать на компьютере, естественно, что это огромное препятствие. Они ошибаются. И вот если кто-то есть из такого рода людей здесь, да, в числе присутствующих, поверьте, это очень серьезная проблема. И с ней надо, ее надо решать, ее надо, с ней надо не бороться, это не совсем правильно, да, ее надо принять как данность, потому что без компьютеров, да, современный, по-моему, художник не может ничего сделать эффективно. Моему папе 91 год, он бывший художник, график, иллюстратор, да, и то я его подучил работать на компьютере, и ничего, сидит с удовольствием, книжечки, между прочим, верстает, так что научиться этому можно. Вторая проблема, такая более узкая, но тем не менее, которая довольно ярко проявляется, это неприязнь к графическому планшету. Я говорю о тех инструментах, которые, собственно, да, вот существуют для художников. Компьютерный, это графический планшет, прошу не путать с компьютерным планшетом, да, который светится, собственно, можно что-то смотреть, да. Графический планшет – это то, что имитирует лист и бумагу. Это вакуум вот фирмы, да, которая делает. И правда вот этих людей я тоже очень хорошо могу понять. Они с неприязнью к нему относятся, потому что они говорят, что он не имитирует, то есть он не создает ощущение вот рисования на бумаге. Да, он не создает, но это просто, опять же, это просто другая реальность, понимаете. Не надо ждать от этого планшета, чтобы он будет как бумага. Я в свое время плевался, я честно могу сказать, много лет к нему привыкал. Но привыкли, ничего, в общем, это, на мой взгляд, очень полезная, нужная вещь. Так что эта проблема тоже достаточно серьезная, и с ней тоже каким-то образом, я уверен, можно справиться. Знаете, упорство и труд, все, перетрут. Еще одна очень характерная проблема, которая присутствует, когда художники и дизайнеры вот такие вот, ручной работы, повторю, начинают учиться работать на компьютере, это то, что они отказываются менять, или не отказываются, они не могут представить свой способ мышления. Ведь мы же должны с вами понимать, что алгоритмическое мышление, которое свойственно вообще компьютерному, любому, да, любой деятельности компьютерной, это не совсем то, что мы делаем, когда работаем, да, на бумаге. На бумаге берешь бумажку, да, на ней рисуешь какую-то карандашную почеркушку, эскизик, да, калузурку какую-то, потом ее там ластиком берешь, стираешь, потом ее комкаешь, бросаешь в угол, потом расправил листочек, на нем что-то на обратной стороне дорисовал и так далее. Когда работаешь на компьютере, понятно, что сама технология работает другая, да, и поэтому там уже если карандашиком нафигачил, то, соответственно, с этим что-то нужно делать. Надо понимать, что такое слои, что там нужно создать, еще что-то, да, еще. И, ну, то есть другой принцип, в принципе, работы, другой алгоритм. И, опять же, вот косность мышления, да, она проявляется еще и в этом тоже. Художникам тяжело вот в эту сторону двигаться, да, и тяжело понимать, что от них требуются совершенно другие подходы и другой способ мышления. Вы знаете, я вам могу привести тоже, опять же, пример вот из практики с своим папой, потому что это, ну, такая для меня очень живая практика, все время была очень поучительная. Когда еще я папу не подучил работать на компьютере хорошо, он пытался работать по привычке, и я ему говорил, говорю, пап, давай я тебе помогу там в фотошопе, сделаем там обложечку, сделаем там, а у него были какие-то он заказы брал. Вот, и однажды, я помню, это был один из первых наших опытов, он позвонил, говорит, слушай, у меня тут есть одна заказчица из Германии, ей нужно, значит, делать обложку на компьютере, обложку книжки, которая там издается. Я, говорит, взялся, она моя знакомая попросила меня, вот, ты не мог бы мне помочь? Я говорю, конечно, мог бы, и приезжай. Он, значит, приехал и так вот осторожно привез мне от руки напечатанные, то есть нарисованные, прошу прощения, от руки нарисованные несколько эскизов. Ну, как он привык всю жизнь, да, человек с 50-летним стажем работы, понятно, что он знает, что надо брать тушь, перо, там карандаш, уголь, да, и все это на бумаге создавать, и он там на просвет все это перерисовывает. И вот он сделает там пять вариантов, семь, причем он их заботливо, он знал, что на компьютере можно как-то круче делать, чем от руки, поэтому он, значит, их нарезал на кусочки, он решил, что на компьютере это будет легко сделать. И он говорит, вот так, извиняющийся тоже, он говорит, ты знаешь, вот я вот тут нарисовал, вот я тут нарезал их на кусочки, давай их как-то, вот я знаю, можно их запихнуть в компьютер, и мы их поменяем местами там, при необходимости. Ну, это были какие-то, знаете, там, несколько элементов изображения, то есть там человек, там текстовая какая-то часть. И когда я ему сказал, слушай, а давай, что, зачем это все? Мы сейчас сканируем. Давай лучше мы его просто возьмем, мы с нуля все это нарисуем, вот там векторами эти нарисует человечка, ты мне скажешь, что он должен делать. Здесь вот мы сейчас подберем там из 500 шрифтов тот, который нужен путем перебора, здесь мы скомпонуем так, а здесь мы сейчас еще наложим какой-то эффект, да, тенюшки. И, в общем, он был совершенно раздавлен, я не побоюсь этого слова, и потрясен, потому что он просто не понимал, что от компьютера ожидать, да, он понимал, что вот его вот эта вот ручная, да, методика, она просто, это как бы, ну, другое, не то, что хуже, да, это просто другой в принципе подход. Поэтому вот эта вот боязнь, да, неготовность воспринимать новые приемы и вообще способы понимания, способы работы, да, это вот очень серьезная проблема для художников. И, наконец, еще одна, да, безусловно, очень важная вещь. Это такая простая, но очень существенная вещь. Это непонимание задач обработки. Зачем, собственно, все это делать, да. Знаете, есть обычно, это приводится в пример такие фразы, которые говорят фотографы старой закалки, знаете, такие легендарные фразы, типа того, что, ну, раньше вот мы фотографировали на пленку. Я встречал, у меня есть много знакомых, таких вот старшего поколения, фотографов старой школы, которые действительно снимали на пленку, и так гранично говорят, ну, что же теперь, ну, что же, они все теперь не понимают, они все теперь фотографировать не умеют. Вот мы на пленку, там, на слайд, да, снимали, там, два дня готовишься, один раз кнопочку нажал, и все, и это в печать отдал, и уже какие там ретуши, какая обработка. Это все лажи, глупости и ерунда. И они искренне не понимают, зачем это все нужно обрабатывать. Но я это говорил, по-моему, на некоторых вот подобных род семинарах, и не могу не повторить, что в известном смысле здесь есть большое, очень сильное лукавство, потому что те, кто хоть когда-нибудь, кто сидел в ванной комнате, проявлял пленку, и уж тем более печатал фотографии вот старым, так сказать, дедовским способом, они прекрасно знают, да, что, во-первых, проявители и для пленки, и для бумаги, они бывают разные, они бывают более контрастные, они бывают более мягкие, да. Это сама по себе проявка может быть более быстрая и более разная. Ну так вот, да, я говорю вот об этих фотографах и о том, что на самом деле обработка фотографий бывает очень разной, да, и обработка пленки бывает очень разной, и разный проявитель можно смешивать там вручную. И в старые времена мастера, они знали, да, что когда там сфотографировал, например, там в пасмурную погоду, ну условно говоря, то и все фотки получаются блекловатые, то надо намесить специального более контрастного проявителя, да, для того, чтобы, собственно, в целом вся пленочка проявилась более контрастно. А уж в процессе печати можно взять более контрастную бумагу, и сам процесс проявки, там же проявитель для бумаги, он тоже может быть по-разному использован. А кроме того, если на самой пленке, да, или на негативе какой-то дефект, то, соответственно, прямо вот в процессе печати, там пальчиками закрывали, может быть, кто-то знает такие приемчики, да, прям пальцем закрываешь какой-то участок изображения, и там просто не печатается. То есть делается, на самом деле, тоже редкость, просто другими средствами. И поэтому вся вот эта вот история про то, что я не понимаю, зачем обрабатывать, я лучше от руки круто нарисую, это все глупости, да, потому что ставить в себя зависимость от того, что у вас там случайно дернулась рука или не дернулась, да, это достаточно наивно. То есть зачем упираться и отказываться от тех возможностей, которые сами к вам, так сказать, идут. Да, это я на самом деле полемизирую, так сказать, понятно, с теми вот художниками-дизайнерами, которые вот, ну, категорически или, так сказать, очень вяло отказываются от фотошопа и так как бы сдаются, понимаете, под напором. Явно этого не желаю. У меня просто таких много достаточно, и я хотел бы, чтобы, если действительно такие люди вот как-то это будут слышать, чтобы они понимали, что это напрасно, страхи-то, что все это надо преодолевать и работать. Потому что в результате, в общем, да, получается некачественный продукт, и, собственно, это снижает, ну, уж понятно, и конкурентоспособность. Я уж не говорю про какие-то материальные там, да, потери. То есть получается плохо, собственно, попросту говоря. И поэтому надо, мне кажется, сделать над собой небольшое усилие, чтобы все было здесь хорошо. Вторая сторона – проблема фотошоперов, да, это вот тех людей, которые самостоятельно что-то в фотошопе там наловчили сделать, да. И таких я тоже вижу очень много. Веселые, такие задорные люди, обычно мальчики, да, которые ловко лазят по каким-то ютубовским каналам, там по урокам, там у друганов за пивом все это выспрашивают, как это делается, да. Но они не понимают других очень важных вещей, тех, которые знают художники. И это тоже, на самом деле, довольно печальная история. Что же такое знают художники-то, чего они не знают? Во-первых, они не знают законы, извиняюсь, линейной и воздушной перспективы. Извините, это я уже так по-простому написал. ЛВ, ну, просто чтобы месяц экономить, потому что мы должны понимать, что это такие очень важные вещи. Законы линейной и воздушной перспективы – это законы, по которым, собственно, все окружающее пространство и работает. Поэтому, когда зритель, потребитель смотрит на картинку и видит, что в ней, опять же, извините за прямоту, хреново удовлетворена какая-то другая картинка, то есть плохо осуществлена ретушь, во многом это проявляется, то есть видно за счет того, что неправильная перспектива. Понимаете, ведь зритель – это человек, который, может быть, и не формулирует для себя эти законы. Есть такое, знаете, наивное мнение, что, ну, человек, ну, а может, он не заметит. Но если я не знаю, почему там зритель должен знать. Зритель не должен, конечно, знать, но интуитивно мы с вами чувствуем это все. Это так же, как… Мы же не думаем постоянно, где у нас относительно наших глаз находится там линия горизонта, например. Но согласитесь, любой человек, если у него перед глазами линия горизонта вокруг себя, когда он смотрит, начнет сильно наклоняться в сторону, он точно начнет соображать, что, кажется, он падает, правда? Ну, то есть не обязательно это все знать логически, осмысливать для того, чтобы этим пользоваться. Так вот, законы линейной и воздушной перспективы, они нужны ровно для того, чтобы создавать ощущение правильной глубины пространства, правильно его изображать. Это то, чего не знают художники, это то, что изучается там в первом, втором классе художественной школы. Законы воздушной перспективы там тональные, масштабные, закон глубины резко изображаемого пространства, да, ну, и линейная перспектива – та, в которой говорится про точку схода, линии горизонта, да, и что этих точек может быть довольно много, между прочим. Правда? Мы же с вами знаем, что там 2-3 точки могут быть. Не так ли, уважаемые слушатели? Ну, то есть, в общем, там есть о чем поговорить и над чем подумать, да. Вторая, второй бич, я бы сказал, не грамотных, ну, так сказать, не художественно, то есть художественно необразованных ретушеров, да, это отсутствие знаний в области колористики. Цвет не бывает интересненьким, цвет не бывает симпатичненьким, понимаете, это неправильный подход. Тоже сколько раз я это встречал, да. Человек сидит, он знает, что в фотошопе есть там Image Adjustments, Hue Saturation, например, да, или там Color Balance. Он смотрит так на экран в задумчивости и так думает, вправо, что ли, двинуть, влево, что ли, так начинает шерудить, знаете, вот думает, ну, что, знаете, вроде симпатично получается. Друзья, это не метод, это неправильный подход, да, потому что есть определенные принципы этой самой цветокоррекции, да, принципы колористики. И из самых таких простых, да, которые, ну, на мой взгляд, очевидны, и которые создают очень важные ощущения, да, вот реалистичности, убедительности, это тот факт, что в светах и в тенях, ну, в смысле, да, в области светлых и в области темных мест на фотографии, на разных объектах, там разная цветовая температура, то есть цвета, да, холоднее, тень теплее. Спросите себя, ясно ли вы себе это, понимаете, да, и всегда ли, ретушируя, там, скажем, портрет, вы это воспроизводите, а между тем это очень важно воспроизводить, чтобы у вас не появилось, не получалось то, что получается при, когда мы смотрим с вами раскрашенный фильм. Те, кто не обращал внимание на это обстоятельство, спросите себя, нравится ли вам вот эти вот раскрашенные фильмы, старые, черно-белые, да, они же раскрашиваются очень просто. Там, где тона кожи, допустим, да, и где лицо, там просто берется, ну, грубо говоря, немножко упрощая, но там просто закрашивается все розовым цветом, таким ржеватым, характерным, да, и проблема заключается в том, что мы же, глядя на эти фильмы, видим, что это все-таки не цветное кино, а это такая лажа, замаскированная, но все равно лажа. Так вот эта вот лажа, которую видит любой, мне кажется, зритель, да, она заключена именно в том, что там не соблюдены законы физики. А вот законы физики, повторю, их много, и один из них, вот, лежащий на поверхности, это вот то, что я сказал. Поэтому понимание того, что такое колористика, что такое сближенные тона, что как вообще получить хороший, правильный, естественный колорит, это очень серьезная проблема. Сколько у меня этих начинающих фоторетушеров, которые бывшие, там, не знаю, экономисты, я прошу прощения, с уважением, почтением отношусь ко всем, кто чем-то занимался и решил стать ретушером, и слава богу, что люди решили этим заняться, потому что это хорошее и правильное дело. Но в данном случае, я говорю, это с некоторой иронией, потому что люди, которые с этим никогда не сталкивались, они приносят фотку какого-то известного фотографа и говорят, ой, вы знаете, я вот тут уже фотографирую вовсю, да, мне осталось только научиться ретушировать. Вот как вот он это делает и показывает там фотку какого-нибудь, не знаю, сахара, ну, какого-то известного фотографа, но в том смысле, что им кажется, что если я сейчас им скажу, значит, правильные числа, то они, значит, начнут правильно уже ретушировать, ретушировать, и все, у них отбой от клиентов не будет. Не будет такого. Я могу назвать эти правильные числа, проанализировав хорошенечко фотографии, да, безусловно, потому что я знаю и фотошоп, с одной стороны, а с другой стороны я художник. Но это не гарантия того, что это все будет работать именно так правильно и что вы будете теперь обеспечены заказом по гробу жителей. Понимаете, потому что надо просто знать те законы, по которым это все смешивается. Вот в чем фишка. Третья чудовищная совершенно проблема – это непонимание того, что такое текстурирование, вообще, что такое текстура, что такое текстура изображения, что такое шумы, как они проявляются, да, как они работают. Безусловно, те, кто, те, кого я называю художниками, у них тоже проблемы с этим есть, потому что они не понимают, что такое компьютерное, вот это вот текстурирование, да, там, noise, add noise, да, там, и так далее. Все эти вот там фейт, я имею в виду ослабление, да, когда можно ослабить какую-то функцию, и в том числе и наложенный шум, да, но фотошоперы, они не понимают, зачем эти шумы нужны. Им кажется, что чем картинка глаже, тем лучше. И отсюда принимаются вот эти вот чудовищные, зализанные такие, да, вот совершенно замыленные картинки, да, которые являются гордостью многих начинающих фотошоперов, да, и потом, опять же, надо понимать, что у каждой картинки, если мы делаем, например, коллаж, у нее же своя текстура собственная, правда, зависящая от матрицы, от размеров изображения, от степени масштабирования, да, от качества предварительной обработки, и если мы хотим сделать убедительный, реалистичный коллаж, то мы должны понимать, что надо обращать внимание и на эту вещь, да, то есть на текстурирование изображения. Вот, и это тоже такая очень важная штука. Опять же, я не то, что призываю вас срочно все это начинать изучать, я просто в данном случае обращаю внимание, вот вас, уважаемые слушатели, да, на то, что такие проблемы существуют, и надо отдавать себе отчет, что если у вас что-то не получается, да, надо спрашивать себя, вот все ли вам понятно, да, все ли вы достаточно хорошо знаете в этой области, и что удивительно, у тех, кто занимается ретушью, да, с фотошопа, у них точно так же нет понимания задач обработки, то есть у художников нету понимания задач обработки, зачем нужен, они спрашивают себя этот дурацкий фотошоп, да, а фотошоперы, которые ловко владеют фотошопом, у них другая совершенно проблема, они смотрят на фотографию, да, она им кажется совершенной, прекрасной, и они понимают, что здесь можно улучшить, вот одна из самых распространенных проблем, ну что, да, ну смотри, ну вроде бы все хорошо, там розовые кожи, да, что там, он там на снегу, тени лежат, да, от елки зеленые, там, небо синее, что еще можно делать, а эта проблема как раз возникает из-за того, что нету вот этого самого художественного видения, художественного понимания, да, что тени на самом деле лежат, но лежат они плохо, они лежат нереалистично, неубедительно, да, что там текстуры на снегу, да, вот в этом месте, они там должны отсутствовать, потому что это выходит за зону там глубины резкости, да, что понимают обычно хорошо фотографы, да, или там облака на небе лежат плохо, потому что они скомпонованы, композиционно плохо, да, не так должны располагаться, или какой-то элемент явно тянет на себя внимание больше, потому что там во время съемки он там, не знаю, выпятился, да, его явно чистил композиционно, по ритму, да, вот что такое ощущение там ритма, композиции, цельность вот этой самой композиции, надо убрать, поскольку технари, опять же, извините за такие грубые слова, да, технари, они просто не понимают, что такое композиция, зачем она вообще нужна, да, то, опять же, не понимают задачи, да, обработки, опять же, результат тот же самый будет, да, некачественный продукт, вот, собственно, в чем проблема-то, да, то есть, видите, какая получается история, что у тех, кто занимается технической стороной дела, у них свои проблемы, у тех, кто занимается творческой стороной, у них свои проблемы, другие совершенно, но и те, и другие нуждаются, несомненно, в том, чтобы развивать соответствующие навыки, ну, раз уж я бы это сказал, да, то давайте я, как честный человек, все-таки мы должны понимать, да, что у нас по-прежнему есть некоторые, да, задачи, связанные с курсами, поэтому я вам пару слов скажу про те курсы, которые у нас есть, и те, которые стартуют в ближайшее время, да, раз уж мы здесь с вами собрались это обсуждать, ну, во-первых, первый уровень, с 18 февраля, это я говорю только о своих курсах, потому что понятно, что если вы позвоните в специалист, да, по телефону, который я вам попозже покажу, или который наверняка у вас есть, вам там расскажут и про другие, естественно, курсы. Значит, соответственно, вот курс довольно редкий, на который я хочу обратить внимание, называется Photoshop графический дизайн, это вот Photoshop, это курс, который отвечает, собственно, на все те вопросы, которые сейчас я так вот риторически и с жаром задавал, да, там про ретушь, про реалистичный ретушь, про всякие художественные приемы, про технические приемы, вот он стартует с 25 февраля, то есть прям совсем-совсем скоро, и повторю, курс достаточно редкий, если есть надобность в развитии своих навыков, вот в этом направлении, пожалуйста, что называется, добро пожаловать, обсудим, посмотрим. Ну, и основа рисунка, который я всем от души тоже советую, советую, особенно, естественно, людям, которые от этого далеки. Основы рисунка – это курс, который нужен не для того, чтобы научить, собственно, рисовать, хотя и для этого тоже, а во многом еще и для того, да, чтобы просто развить вот это самое видение художественное. И если вас я по-прежнему не очень убедил, то сейчас, собственно, давайте мы таки, давайте я вам покажу вот эти вот, собственно, вот наш телефон, да, 495-232-3216, по которому можно позвонить и спросить, да, про разные курсы. Если у вас вопросы сейчас какие-то есть, вы действительно можете задавать. А я пока хочу вам показать несколько картинок. Картины, которые, может быть, вас наведут на какие-нибудь размышления, ну, или позволят лучше представить, да, те задачи, да, которые вот стоят перед художниками и перед ретушерами. Ну, вот, например, картинка, которую можно адресовать людям, которые относятся к художникам, но которые не относят себя к знатокам фотошопа. Вот, например, вот, например, картинка. Это картинка учебная, она, в общем, не сказать, что уж какая-то навороченная, но в ней, тем не менее, присутствует, да, достаточно много разных приемов. Вопрос вот какой, уважаемые художники. Понятно ли вам, да, какими техническими средствами это сделано, да, вот вся вот эта довольно сложная, такая коллажная вещь. Ну, те, кто работают в фотошопе, я думаю, они понимают, о чем идет речь, да, но еще, помимо этого могу задать еще тут целый ряд вопросов. Например, за счет чего, да, вот эта вот зеленая картинка с микросхемкой, она таким образом странным преломляется вот в этих буковках, да, или, например, как вы полагаете, много ли монеток, можно даже так спросить, да, много ли монеток было использовано для создания вот этого всего изобилия монеток, которая расположена слева. Это, повторяю, вопрос к художникам, прежде всего, да, или вопрос такой, вот другой совершенно, например, вот картинка. Вопрос, опять же, к художникам, понимаете ли вы какими средствами и вообще является ли данная картинка живописным произведением или фотографией обработанной, да, и, соответственно, если это фотография, то какими средствами, да, мы здесь можем воспользоваться, чтобы создать вот этот эффект вот этой самой живописи, да, ну и попутно вопрос к тем, кто является, так сказать, техническим специалистом, понимаете ли вы, какой вид живописи здесь присутствует и вообще, как, да, чем характеризуется, вот просто вот сейчас, не мне это нужно, да, попробуйте себе ответить на вопрос, вот если вы соберетесь из фотографии сделать имитацию живописи, на что вы будете обращать внимание, какие приемы, да, какие особенности живописного произведения вы постараетесь показать для того, чтобы имитировать, например, акварель, и только не говорите мне, пожалуйста, что вы пойдете в фильтры, находите, найдете там фильтр, который называется там акварель, да, и используйте, потому что это пошлятина, потому что так художники не поступают, потому что это ничего не даст, это дает такую грубую очень имитацию, которая годится на уровне, знаете, там для бухгалтерии сделать открыточку а-ля акварелька, да, или вот, уважаемые художники, вот, например, кисти, да, какие из этих кистей вы выберете, да, и с каким параметрами для того, чтобы имитировать живописные произведения, да, это специальные кисти, которые сделаны для того, чтобы, работая с планшетом, да, с графическим тем самым планшетом, про который я говорил, вращаться, в зависимости от направления вращения, да, создавать разные рисунки. Или вот, например, вопросы к тем, кто технически себя считает достаточно продвинутым специалистом. Каким образом вы, уважаемые технические специалисты, можете имитировать вот такие вот живописные маски, а это, как вы понимаете, нормальные реалистичные живописные маски, которые сделаны не в фотошопе, а на реальном холсте. И чем отличается, да, собственно, хорошее произведение от имитации, в том, что вот это все можно имитировать на самом деле, но просто это надо знать, как это делать. Вопрос простой, понимаете ли вы, как это сделать? Или вот, например, совсем другой вопрос, опять же, к техническим специалистам. Вот некоторое пространство, да, понятно, что с точки зрения человека, который неплохо разбирается в возможностях фотошопа с технической стороны, что это можно понять, как это делается. Заметьте, я об этом даже не спрашиваю, хотя понятно, что для начинающего человека, и это тоже является достаточно серьезным и достаточно важным вопросом. Кстати, заметьте, что вот все, что я сейчас показываю, все, что мы, все эти вопросы, которые задают, это вопрос, который, в общем, благополучно разрешается на курсе по, который называется фотошоп, графический дизайн. Так я вот хотел спросить, что вот, например, одна картинка, как она вам кажется убедительной с точки зрения объема, да, или может быть, что-то вас смущает, может быть, что-то кажется неправильным. Если она вам кажется правильной, то, например, вот другая картинка, может быть, эта картинка поубедительной, пообъемней, а та картинка все-таки является достаточно сильной лажей, да, тут на самом деле и по направлению расположения теней, и по направлению бликов, и рефлексов, и контраста, и углов, тут очень много на самом деле дефектов, ну и так далее, то есть это я к тому, еще раз повторю, что я не хочу вас ставить, так сказать, специально в тупик, да, я просто предлагаю вам задуматься о том, насколько вы, да, вот понимаете эту техническую или творческую сторону, или, наконец, вопрос и тем, и другим, да, мы с вами должны понимать. Вот, уважаемые технологи, да, скажем так, да, люди, которые знают про фотошоп, понятно, что для человека, который знает что-то про фотошоп, сделать такую картинку, в общем, не составит, потому что там опасити, правда, там режим наложения, мультиплайк какой-нибудь и все, да, представляете ли вы, у меня вот какой вопрос, представляете ли вы те принципы, по которым здесь подбирался цвет, а он подбирался-то по определенным принципам, не случайно, в общем, смотрится все это достаточно хорошо, представляете ли вы те принципы, по которым, например, в подобного рода работах подбираются шрифты, да, а шрифт это все-таки часть художественного решения, вне всякого сомнения, я думаю, вы это понимаете, да, и как его правильно, грамотно подобрать. Ну и, соответственно, вопрос к художникам, глядя на эту картинку, очевидный, да, собственно, представляете ли вы как, вот чисто художественно, то есть как технологически, извините, это сделать, осуществить такую вещь. Или вот вопрос к и тем, и другим, да, вы представляете, ну, здесь, может быть, на проекторе не очень хорошо видно, но смысл понятен, я думаю, да, это фотография, и понятно, что она обработана фотография, но вопрос, да, во-первых, с какой целью была сделана эта обработка, что хотели передать, понятно ведь, что-то хотели передать. И вторая сторона, как технически это сделано, да, что здесь сделано, вот изменено с точки зрения исходной фотографии, помимо левелса, например, да, который, я думаю, очевидно, то есть явно что-то с этими левелсами крутили, что еще здесь крутили, да, для того, чтобы появился вот нужный вот этот вот эффект. И обратили внимание, например, на чудесное виньетирование, которое здесь есть, да, понятно ли, как оно сделано и зачем оно сделано. То есть, друзья, вопросов много, или вот, например, милая картинка, ну, это уже картинка с курса как раз такая учебная, скажем так, работа, попробуйте ответить на вопрос, что здесь является заведомо лишним, ну, помимо Big Ben, на самом деле, да, и как вы можете, вот, с точки зрения расположения теней, да, показать себе, да, что здесь правильно, что неправильно, и почему, собственно, вы видите, что это правильно или неправильно. Вот, так что, вот, собственно, это вопросики, которые, на которые отвечать словами было бы крайне затруднительно, да, собственно, и время наше заканчивается. Ну, и последнее, сейчас я вам покажу картинку, которая касается и тех, и других, я имею в виду и технологов, так сказать, и фотошоперов. Что вот это вот такое? Знают ли художники, да, как сделать технически вот такую вот картинку дизайнеры, да, и знают ли не дизайнеры, да, что это за штука, которая называется глич? А между тем, что глич – это один из самых таких продвинутых современных стилей дизайнерских, стилей обработки изображений, очень востребованный, очень активно использующийся, который тоже, безусловно, требует определенных технических приемчиков. Вот, друзья, вот, собственно, видите, получилось, что у меня вопросов больше, чем ответов для вас, но, может быть, это и правильно, да, в конце концов, нужно иногда инвентаризировать свои собственные представления, да, и задаваться вот этими самыми вопросами. Друзья, я отдал свои e-mail, я, вот, собственно, этот телефон, да, специалист, можете позвонить, меня можно найти и позадавать всякие вопросы. Я считаю, что я свою миссию выполнил, предложив вам, собственно, задуматься об этой важной вещи. Еще раз напоминаю, что можете обращаться, да, и ко мне, и в сам специалист по поводу разных курсов. Ну вот, и, собственно, до новых встреч.